Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 24 главе книги «Бытие». Это довольно большая глава, в которой развивается достаточно сложный и важный сюжет и снова, как и в нескольких предыдущих главах, мы видим сюжет чрезвычайно увлекательный, конечно же, тоже лежащий в основе разнообразных романтических сюжетов, прямо отчасти даже архетипических. Ужасный интересный рассказ, при этом коммуникативное намерение, авторов и составителей, может быть не таким разнообразным и развитым, как этот многогранный рассказ. Значит, речь здесь идет, собственно, вот о чем. Авраам хоронит цару, у него уже есть земля, у него уже есть сын, и вот это, собственно, основа благословения Божьего и основа исполнения Божьего обетования, что если ты будешь ходить передо мной непорочно, то вот умножаю, умножу тебя и благословляю, благословлю тебя. Ну, хорошо. Для Авраамы оно исполнилось. Исаак и земля. Дальше что? Ну, ведь подразумевается, что у Исаака тоже должно быть потомство, для того, чтобы произвести от Авраама множество народов. Ну, вот, значит, надо его женить. И благословение Божье должно перейти от Авраама. Вот каким-то образом. Что это такое? Что это означает? Как, так сказать, технически это осуществляется? И мы помним, что предыдущие рассказы о благословении Божьем, а это центральное понятие всего раздела книги, начиная с рождения Исаака, вот, что благословение Божье реализуется так, как хочет Бог, и не реализуется по-другому. Не реализуется так, как хочет человек, или там, как-то иначе, поперек воли Божьей. Только так, как хочет Бог. Заметьте, что еще один очень важный момент для составителя, если так, с высоты птичьего полета посмотреть, то мы увидим, что Бог всякий раз оказывается участником ключевых поворотных событий в судьбе того благословения, которое она обещает Авраама, вплоть до современного составителя читателя. Это ведь написано для того, чтобы это прочитали вернувшиеся из плена в Иерусалим потомки Авраама, прочитали и увидели, что Бог бодрствует над благословением своим, над этим обетованием, наследниками которого они, эти читатели, теперь являются. Одним словом, вот этот сюжет этой главы о том, откуда берется жена Исаака. Здесь Авраам призывает некоего своего слугу и с использованием какого-то не очень нам понятного древнего ритуала, где слуга должен там под креслом, в смысле над креслом, под бедро Авраама просунут руку и поклясться. Возможно, что уже древние переводчики не вдохновились очевидным смыслом этого ритуала, поэтому описывают его намеренно, туманно. Ну, может быть, совершенно не важно. А важно, что этот самый раб, он по требованию Авраама клянется, что он там пойдет искать жену Исааку. Можно прямо... Мы уже сразу представляем себе эту самую... Царевичей, которые стрелами во двор одной-другой в болото там стреляют, чтобы невесту... Вот такой вот сюжет. Вот прям действительно об этом. Пойди, то есть его посылают, ты пойдешь, кого встретишь, там найдешь жену. Но! А единственное, что важно, Авраам говорит, пойдешь в землю мою на родину мою, к племени моему. Какому племени? К сынам Еверовым. Значит, эти сыны Еверовы, будущие евреи, где-то там тоже живут, в районе Ура Халдейского, наверное. Или Харана, наверное, Харана. Или это родственники Авраама по его отцу Фарри, или по его... от его двоюродных братьев. В общем, ближайшие родственники. Не очень понятно. С этнической точки зрения, опять это не важно. А важно, что это племена, которые чтут одного Бога. Собственно говоря, для кочевых племен Аравийской пустыни тех времен не так удивительно, особенно для племен семитских, а там почти никаких других и не было, не так удивительно, что это племя чтит одного Бога. Другой разговор, что каждая чтит своего. А седлые племена, сельскохозяйственные, земледельческие и так далее, ну, там уже, конечно, развивается целый пантеон. И это ужасно, и это жертвоприношение, как мы уже видели перед этим. В общем, ничего хорошего. Абрам говорит, только не к ним. Ты можешь выбирать невесту моего сына только у моего племени, которая чтит одного Бога. ни двух, ни трех, ни своего и пятнадцать соседних, соседских, в смысле, одного Бога. И, собственно, то, что это родня, Авраама, означает, что они чтут того же самого Бога. Дело в том, что где-то на ранних этапах истории и, в общем, на ранних этапах рассказа, в частности, бытия, да даже и начала исхода иногда, авторы и составители не говорят о том, не обсуждают, вернее, того факта, что единый Бог, он, в общем, один, реально существует, он, и больше никого, и все боги народов идолы. Вот, авторы ранних текстов, по-видимому, вообще предпочитают не обсуждать этот вопрос. И когда потом Бог будет говорить «Моя вся земля», тем, кто ему поклоняется в этом народе, они уверены, что, ну да, конечно, наша земля твоя, мы твои, да, ты наш Бог, и я буду вашим Богом, вы будете моим народом, но Бог говорит «нет, моя вся земля, и мои все народы». Вот эта универсальность и глобальная единственность Бога, это откровение, которое еще впереди, по большому счету. Поэтому вот то, что племя, которое чтит того же самого единственного одного Бога, как и Авраам, это важная очень деталь. Ну и там этот слуга говорит «ну хорошо, а если она не захочет со мной идти, ну действительно». А странный рассказ, кто ее спрашивает? Спрашивать будут отца или там старшего брата этой женщины. Тем не менее, а если не захочет, должен ли я вернуть сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам говорит «нет, не возвращай, он должен быть здесь, он должен жить здесь, на той земле, которая принадлежит мне и ему, соответственно, наследием, которым он является». Ну и вот дает клятву этот самый раб, дальше он идет, взял верблюдов, ну как узнать? Ему дали крайне неконкретные указания, и мы не сказали «найди самую красивую». Ну понятно, конкурс, мисс Месопотамия, все танцуют, он значит сидит, наблюдает и выбирает? Нет. Ему не сказали «найди самую, не знаю, умную». Он там клинописные таблички с арифметическими задачами им предлагает. Нет. Он сказал «пойди и найди в доме моей родни невесту». Вот как, какую. и это продолжает писать блестящий литератор, который в общий сюжет достаточно несложный, вплетает невероятное количество деталей. Поэтому этот раб говорит так «Господи, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли сегодня мне навстречу, пусть она выйдет, чтобы я попросил меня напоить, а она бы мне еще сказал «давай заодно и верблюдов твоих напою». Во-первых, очень важно на самом деле для стилистики, для содержания то, что этот раб называет Бога «Господи Боже, господина моего Авраама». Это для древних времен архаичных вот такой вот способ определять Бога через того человека, господином которого он является. Потом мы будем говорить «Боже, Авраама, Исаака, Иакова, тот Бог, которого чтили Авраам, Исаак, Иаков». Вот здесь если хотите закладывается так сказать такой способ идентификации Бога. Ну и конечно да обращают на себя внимание с одной стороны то, что можно было бы назвать смирением этого человека, а с другой стороны вот такие у него отношения с Богом, к Богу. Он говорит «Меня послал господин мой Авраам, ты его Бог, ну вот дай мне понять, как мне исполнить это повеление». удивительно на самом деле тоже постановка вопроса, конечно. И дальше все так и происходит, вот Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, короче говоря, не такой далекий родственник эта самая Ревекка и Вафуила, от которой она родилась, вот кувшин на плече, этот самый раб говорит, дай напиться, она говорит, дает ему напиться, говорит, давай я еще вот сюда впаила, впаильник вылью кувшин для твоих верблюдов, еще побегу наберу. Все совпало. Ну тоже это Бог так делает. Так бывает в литературе и в жизни, если этого хочет Бог, и никак по-другому в жизни этого быть не может. Ну то есть не знаю, может и случается что-нибудь подобное, но обычно нет. Вот такой вот путь. И дальше там десять раз это все пересказывается, когда они приходят к родне Ревекки, сначала там он этой родне пересказывают потом Лавану, брату Ревекки и так далее и тому подобное. Вот все это долго очень интересно объясняется и конечно ну вообще кино надо снимать, чтобы крупным планом лицо Лавана сомневающегося, потом этот раб подушевленный тем, что Бог услышал молитву Ревекка, которая думает о своем одевичьем. Вот понимаете, это гениальный литератор, вот что надо сказать. А коммуникативное намерение такое, что это Божья воля осуществляется через людей, которые каждый хочет чего-то своего, осуществляется Божье намерение. Это вообще-то очень трудное для понимания мысли. Очень трудное и для составителя трудное, и для тех, кто читает Бытие в его, так сказать, первом издании. Это не просто понять, что люди могут хотеть разного, думать о разном, а реализуются, то, что Бог хочет. И, как мы видели раньше, никакие варианты ответвления, когда не Богом придуманными путями реализуется обетование, нет, это не срабатывает. И вот, значит, мы видим с вами дальше, что Ревека соглашается и выслужив весь рассказ о чудесном знамении кувшина воды и верблюдов Вафуилы, Лаван соглашаются, говорят, от Господа пришло это дело. Мы не можем тебе сказать вопреки ни худого, ни доброго. Вот, Ревека, возьми и иди, пусть будет женой и сына господина твоего. Ну вот, первым делом мы видим, что они говорят о том же Боге. Весь диалог родственников Ревекки и Авраамова раба вокруг воли Божьей, знамения Божьего, чудо Божьего, благословения Божьего, все об одном и том же Боге. И понятно, почему именно сюда послал Авраам своего раба за невестой для сына. Ну и вот они там пытаются его попридержать, чтобы он не так быстро уходил. Призвали девицу, спросим ее, что она хочет. Так, немножко полезно разбить об этом место наши стереотипы, потому что опять же мы привыкли думать, что там прям русский крепостной домострой. За кого сказали, за того пойдешь, тебя вообще ничего не спрашивают. Сиди дома и любуйся на мужнину плетку на стене, прям как в домострое, да? Нет? Ребята, это что, 25 век до Рождества Христова примерно? плюс-минус пара столетий. И оказывается, что девицу спрашивают, спрашивают девицу, пойдешь ли ты с этим человеком? Он говорит, пойду. И идет. Это деталь, на которую стоит современному человеку обратить внимание. да. Ну, и они благословляют Ревекку и говорят, ей сестра дородятся от тебя тысячи тысяч. И завершается эта история еще одним аналогичным чудом, когда действительно вот Бог так задумывал соединить Исаака и Ревекку. Вот надо ему, чтобы эти два человека понеслили так сказать дальше благословение Авраамова. Надо. И поэтому Бог устраивает ну самым недвусмысленным образом по-своему чудеса. Надо сделать чудеса, сделаем. Поэтому вот Исаак выходит в поле поразмыслить. я не могу не остановиться на этом. Знаете, есть в этом что-то совершенно драгоценное, когда мужчина выходит вечером в поле поразмыслить, потому что очень сложно без этого исполнять волю Божью. это дело, на которое надо тратить время. У него полно работы, стада, поля, леса, долины, горы, реки. Но он, автор нам показывает, человека, который тратит время на то, чтобы вечером выйти в поле и поразмыслить. как, ну как, я не знаю, люди зимой в страшный мороз пробивают дырку во льду и рыбу ловят, сидят. Ну там, что им это рыба? Вот это важная такая деталь, совершенно не входящая ни в чье коммуникативное намерение, но просто показывающая, как видит жизнь автор. Да, и вышел в поле поразмыслить, смотрит, вон идут верблюды. И он идет им навстречу, и Ревекка взглянул, увидел Исаака, спустилась с верблюда, взяла покрывало, покрылась, когда узнала, что это он, ну там как уж что-то типа паранжеобразное такое надело, и ввел ее Исаак в шатер Сары. Вот удивителем, чудесным, как бы неожиданным образом встретились они. Исаак вообще не думал, что она сегодня приедет, вышел в поле, пора замыслить. И вот тут, Ревекка, потому что это реализуется Богом так, как Богу угодно. отец, что она что она что она